Всех горячо приветствую дорогие друзья на канале Радиолюбитель ТВ. Сегодня я хотел бы вам рассказать, как можно сделать такое охранное сторожевое устройство всего на одном транзисторе. Благодаря этой схеме вы сможете обезопасить свой дом, ну или любое другое помещение, и вовремя принять все необходимые меры по устранению возникших проблем. А сначала я хотел бы порекомендовать вам портал Geekbrains. Это самое крупное IT-сообщество, оно объединяет более миллиона человек и является частью Mail.ru групп. Здесь каждый сможет научиться программировать. Ты реализуешь давнюю мечту, создашь сайт или интернет-магазин, разработаешь приложение для мобильного или станешь разработчиком игр. После обучения пройдешь гарантированную стажировку и тебе помогут устроиться на работу. Записывайся на бесплатный онлайн-курс «Основы программирования» по ссылке под видео, и тебе расскажут об особенностях профессии программист и посоветуют, какое направление выбрать. Регистрация бесплатна. Вот схемка нашего устройства, она довольно простая. Всем известный транзистор КТ-815, его цикалевка выглядит примерно вот так. Принцип действия нашего устройства очень простой. При обрыве охранного провода, зуммер начинает пищать. Ну а тонкий охранный провод можно натянуть, например, через дверной проем. Давайте теперь точнее разберем работу схемы. Если ее нарисовать по ГОСТу, выглядит она будет примерно вот так. Пока у нас охранный провод цел, то в цепи, плюс батарейки, резистор 100 кОм, охранный провод будет течь ток. Весь ток будет течь именно через охранный провод, так как его сопротивления очень мало. Так как весь ток будет течь через провод, этого не хватит, чтобы открыть транзистор. Транзистор откроется только тогда, когда его напряжение между базой и эмиттером будет 0,5-0,7 вольта. Но, как только охранный провод обрывается, на базе сразу же резко возрастает напряжение. То есть оно станет более чем 0,5-0,7 вольта. И начинает течь ток через базу эмиттер. Так как ток течет через базу эмиттер, то следовательно транзистор открывается. А раз он открывается, значит через цепь, плюс батарейки, зуммер, коллектор, эмиттер, начинает течь ток. Пока через зуммер течет ток, он орет как ошпаренный. Для схемы можно взять транзистор КТ-815 с любой буквой. Я взял, например, вот такой. Что за странная маркировка на транзисторе, спросите вы. А раньше именно так обозначали советские транзисторы. Бывалые радиолюбители сразу определят, что это транзистор КТ-815Б. А для новичков советую скачать программку транзистор версии 1.0, которая позволит без труда определить советские транзисторы даже с цветовой маркировкой. На картинке пример транзистора, который я использую в схеме. В нашей схеме также есть зуммер. Зуммер это звукоизлучатель. При подаче на него постоянного напряжения, он начинает пищать высокочастотным, неприятным монотонным звуком. Его можно купить на Алиэкспресс по цене меньше доллара. Ссылку я оставлю в описании. Часто путают зуммеры с пьезоизлучателями. Если разобрать зуммер, то мы увидим на платке нехитрую схему генератора частоты, выполненного в СМД исполнении, а также сам пьезоизлучатель, подпаянный медными проводками к этой плате. Так что если будете брать в радиомагазине зуммер, смотрите, чтобы продавец вам не подсунул обыкновенный пьезоизлучатель. Также вместо зуммера можно взять маломощную лампочку или какое-нибудь другое исполнительное устройство, которое будет включаться через реле. В этом случае не забудьте защитить транзистор, включив параллельно катушке реле защитный диод. Ну а вот так, собственно, будет работать наша схема. Оранжевый провод это типа охранный проводок. Простая схема, которую можно использовать практически, ну или как-нибудь поприкалываться, например. Все необходимые радиоэлементы для сборки схемы транзистора и резистора можно купить на Алиэкспрессе. Там будет дешевле, ссылки я оставлю в описании под видео. Кстати, если вас интересуют более серьезные охранные сигнализации, на Алиэкспресс можно купить такой вот инфокрасный детектор движения, у которого срабатывает сигнализация при обнаружении какого-либо движения. Стоит он всего 400 рублей. И еще хотел бы посоветовать вот такую вот очень громкую пищалку, которая запитывается от 12 вольт постоянного напряжения и вполне может стать частью вашей охранной сигнализации. Некоторые, например, приспосабливают ее как автосигнализацию. Очень громко и хорошо работает. Ссылки на эти товаршки я оставлю в описании под видео. Ну а вы пишите в комментарии, на какие темы вы бы хотели, чтобы я снял еще выпуск на канале. Ставьте лайк, если вам понравился сегодняшний выпуск. И подписывайтесь на наш канал Радиолюбитель ТВ, если еще не сделали этого. Потому что впереди нас ждет много чего интересного и познавательного. Всем пока!